Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тиилим, Псалом номер 8. Разные источники говорят об этом благодарственном, потрясающем псалме, разные мистические вещи. Самый древний источник говорил о том, что он помогает от боли в животе. Когда человек какая-то речь или что-то, человек должен его читать. Очень известно толкование о том, что когда бывает, что ребенок все время плачет, маленькие дети плачут. Что говорят нам различные источники? Семь раз в день надо читать этот псалом. Ставишь перед собой оливковое масло, и вот три дня подряд, одно и то же, семь раз читаешь его. Потом мажешь ребенку голову, руки, ноги, там все такие места, потом снимаешь эту мазь. И говорят, что это очень помогает. Этот псалом читается, когда какая-то встреча или какие-то там, я не знаю, что тебе надо для чего-то понравиться другим. Найти приязнь, говорят, в глазах других людей. Этот псалом, чтение псалома три раза очень помогает. Простите, не три, семь раз опять. Семь раз три дня подряд читается этот псалом для того, чтобы найти приязнь в глазах других. День важной встречи. Три раза читается этот псалом. И сказано, иди, и ты увидишь удачу в этот день. Когда семейные неурядицы, для Шламбайта читается, пока это не поправится. И все говорят, очень помогает. Книга Зарна Клигутигелим говорит о создании человека. Написано, что есть человек в этом псалме, что ты помнишь о нем. Когда появилось у Всевышнего желание написано в каббале создать человека, ангели произнесли эти слова, что есть человек, что ты помнишь о нем. Но в этом споре Бог встал на поддержку человека. И поэтому считается, что чтение этого псалма усиливает нашу духовную позицию. От нее зависит и позиция на земле. Этот псалом учит нас, и то, что с него надо научиться, это удивляться, ежедневно удивляться. Давид говорил, что когда он поднимает свои глаза к небу, на котором есть луна, звезды и все, что создал Бог, он удивляется, насколько он величественный Всевышний. Нам надо для осознания того, что всемогущий Бог существует, есть каждый день, посмотреть вокруг на то, что им создано. И многие явления до сих пор не изучены даже и не поняты людьми, потому что их создал тот, чей разум и воображение не могут вместить даже самые великие так называемые умы современности. Невозможно вообще со стопроцентной уверенностью нам, человекам, сказать, что находится во Вселенной, какие пределы, настолько и Бог необъятный. Мы не можем этого понять. Людям тоже необходимо, написано, поднимать свои глаза к небу и смотреть на то, что не может быть постигнуто ими до конца, потому что Бог творец этого мира. Пошли дальше. Допускается читать этот псалом минуты отчаяния, минуты неприятности, душевные болезни. Это написано, что очень помогает этот псалом, я уже говорил, в семейных отношениях и при финансовых неурядицах. Также написано, его читают, когда есть спор с друзьями. Кроме того, написано в разных источниках, что столкнувшись с внезапной бедой, сразу читают этот стих. В случае болезни, при ослаблении материальной базы, когда в семье появляются проблемы, Шломбайте я уже говорил, дети написано, когда ведут себя не очень, начинают слушать родители, читают это стихотворение. В спорных ситуациях любых, когда человек хочет, чтобы постигнуть все-таки, что происходит, тоже читается. Написано про этот псалом, что читая его, мы понимаем, что от нас требуется только полное доверие, и помощь обязательно придет. Надо довериться его воле и понять, что так должно быть. И Давид продолжал благодарить в каждой строчке Бога при всех неприятностях. И написано, что из-за этого мы учим, что благодарность наша сила, и что этот псалом имеет громадное значение во время чтения наверху. Вообще написано, что еще очень читают часто этот псалом, когда на душе тяжело. Еще раз, что могу добавить, дни финансовых проблем, когда разрушается привычный уклад жизни, читается этот стих. И написано, что читая этот псалом, мы продолжаем за все благодарить хозяина мира, и Творец поможет нам устоять на ногах и выйти победителем во всех жизненных ситуациях. Вот такая сила псалма номер 8. Брахава от Слаха.